Сегодня из 71 заболевших за последние сутки 42 жители города. Если раньше мы говорили о среднем 5-6-7 человек заболевших в сутки, то сегодня мы говорим уже до 30 человек ежесуточно у нас в плюс. Это все на фоне того, что и в городском транспорте, и на улицах, и в ресторанах, и в кафе, и в клубах забыли про то, что сегодня мы находимся в сложной ситуации. Весь мир находится в сложной ситуации. Просто забыли. Ситуация усложняется тем, и почему сегодня проводим неочередное поджиговое заседание комиссии ТПНС, потому что при такой динамике, о которой я сегодня так в двух словах сказал, при той динамике роста заболеваемости, и тот резерв, который у нас был в инфекционной больнице, нам его хватит на 10 дней. Раньше говорили, что на сентябрь планируют вторую волну. Если это не вторая волна, то я могу себе представить, или сложно представить, что будет, если будет действительно вторая волна. И это все, уважаемые коллеги, на фоне того, что мы должны сделать все возможное от нас, чтобы школы у нас заработали. 1 сентября. На фоне вот такого повышения всплеска, я думаю, что мы ставим это под большим вопросом. По состоянию на 28 июля 2020 года в Одесской области зарегистрировано 3034 случая коронавирусной болезни, подтвержденный методом ПЦР. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 913 случаев коронавирусной болезни, из которых 142 пациента находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице. Все жители города. 25 находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке. Без ИВЛ. 113 пациентов в состоянии средней тяжести. В удовлетворительном 4 пациента. В выздоровеющих от коронавирусной болезни зарегистрировано 417 человек. Процент выздоровления 47. По состоянию на 28 в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 216 пациентов с пневмонией. В инфекционной больнице находится 198 пациентов с подозрением на COVID и пневмонии. 332 пациента из жителей города проходят лечение на дому. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Необходимо отметить, что третью неделю подряд наблюдается неуклонный рост заболеваемости населения коронавирусной болезнью. Более 160 случаев в неделю. Аналогичная ситуация по случаям, требующим госпитализации. За неделю количество стационарных больных увеличилось со 123 до 132. Только 27 июля, как вы сказали, Геннадий Леонидович, выявлено 42 случая коронавирусной болезни среди жителей города. В связи с этим возникла необходимость дополнительного размещения пациентов в инфекционной больнице. По состоянию на 27-е для размещения пациентов с подверженным диагнозом, с подозрением на COVID, задействованы 5 отделений инфекционной больницы, в которых находится 208 пациентов. Информация представлена на слайде. Согласно распоряжению главного санитарного врача Украины номер 26 от 28.04.2020 года и в соответствии приказам 325 от 15.05 Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, утвержден региональный алгоритм госпитализации из пациентов с коронавирусной болезнью. В городскую клиническую инфекционную больницу направлять всех больных с COVID тяжелым течением и средней тяжестью терапевтического профиля, а также всех больных с тяжелыми формами пневмонии до получения результатов ПЦР. В случае заполнения на 75% коечного фонда отделений или палаты интенсивной терапии инфекционной больницы развернуть резервные койки на базе городской больницы номер 5. В случае заполнения детского коечного фонда в инфекционной больнице свыше 75% разворачиваются отделения для детей с COVID в третьей городской детской больнице. При заполнении свыше 75 коек Одесского областного медицинского центра разворачиваются отделения для больных с COVID на базе ГКБ 1 и 10. Учитывая высокий процент занятости коечного фонда инфекционной больницы пациентов с COVID свыше 39% и сегодня 40% и дальнейшим негативным прогнозом принято решение о подготовке к разворачиванию дополнительных ресурсов для ургентной госпитализации пациентов с пневмонией на базе 5 ГКБ. Я хочу объяснить. Раньше по приказу, и так как было все больные с подозрением на COVID и просто с пневмонией, госпитализировались в инфекционную больницу после того, что произошло у нас заражение в 10-й больнице. Мы решили сосредотачивать все пневмонии в инфекционной больнице. Но в настоящий момент только за вчерашний день поступило 12 человек с установленным диагнозом COVID. Поэтому уже получается, что нужно высвободать места подозрительных для больных с COVID. Для этого, согласно нашего городского плана, мы планируем развернуть 60 коек в настоящий момент на базе 5 ГКБ. Почему 60 коек? Потому что сейчас нужно решать вопросы и по людскому резерву, и по перепрофилированию коек. Но это все в плановом порядке делается. Поэтому мы решили, что мы начинаем подготовку и, согласно решению штаба, разворачивать койки в 5 ГКБ. Там возникают вопросы. Значит, уже начали говорить, что туда будут везти больных с COVID. Туда больных с COVID никто не будет везти. Согласно приказу, все больные с COVID идут в инфекционную больницу. Туда будет идти пневмония. Если в период диагностики будет установлено, что там есть COVID, этот больной сразу будет переводиться в инфекционную больницу. Если просто пневмония, в зависимости от состояния тяжести, мы будем их госпитализировать в другие стационары. То есть, в общем, для того, чтобы разгрузить инфекционную больницу. Вот. Значит, разработал алгоритм. Все больные, которые будут поступать, им будет произведено КТ-исследование. Для того, чтобы установить диагноз, потому что есть бессимптомные пневмонии, которые методом, так сказать, исследования выявляется пневмония. Вот. Также, согласно вашему указанию, сейчас мы разрабатываем, и уже у нас началась работа с управлением соцзащиты и с департаментом Освиты по тестированию на ИФА сотрудников. И по приказу Минздрава все подлежащие тестированию имеются в виду пограничники, национальная полиция, там еще к нам обратился лабораторный центр, тоже все будут проходить ИФА-исследования. И я, конечно же, хочу поддержать то, что вы сказали, и призвать жителей нашего города к соблюдению карантинных мероприятий в общественных местах, в зонах скопления большого количества населения, в общественном транспорте, поскольку рост заболеваемости напрямую связан с тем, что не соблюдаются ограничительные мероприятия. Это может ухудшить заболеваемость среди населения и увеличить количество госпитализированных, что приведет к усилению и утяжелению эпидситуации в городе. Потому что, конечно, сейчас по последним протоколам получают наше лечение все поступившие. Это очень дорогостоящее лечение, и слава Богу, что город сегодня может, так сказать, оказывать помощь по протоколам, но это же тоже не может быть бесконечно. Поэтому это зависит тоже от населения, от сознательности. «Одинадцати пункт щодо звернення, просплекання позачергової сесії обласної ради щодо виплатам нашим медикам. Якщо нема заперечень, прошу голосувати, хто за? Прошу голосувати. Хто проти утримався? Одно голосувати. Одно голосувати.